Здарова всем ребят! У меня на часах 22 часа 26 минут 28 августа и где-то часов 10-11 назад стартовала битва блогеров. Если вы не вдупляете о чем речь, это битва где соревнуются 4 блогера. Когда вы зайдете в клиент игры, у вас появится вот здесь вот будет такой значочек. То есть вы заходите, у вас загружается битва блогеров и вы выбираете одного из четверых блогеров. Но я надеюсь, что вы выбрали меня или выберете, если еще не выбрали. Ведь я же вам об этом рассказываю. Вот, значит по итогам 11 часов с существенным отрывом идет Левша. Но ребят, я бы не сказал, что он сможет сохранить этот отрыв. Я думаю, что, ну вы понимаете, да, что Левша это киберспортсмен, за него очень много киберспортсменов впореглось. И это люди, которые быстро могут выполнять личные боевые задачи и фармить очки. Но ребят, очки в личных боевых задачах, они не бесконечные. Поэтому я думаю, рано или поздно они упрутся просто в свой потолок. На втором месте идем мы, как ни странно. Причем уже с хорошим отрывом даже от Амвея. Так вот, ребят, у нас с вами есть хорошие шансы не просто удержать вторую позицию. Да, там мы уже обошли Джо, Амвея. Еще неизвестно, что за 3 недели может произойти с этими очками. Но у нас очень хорошие шансы удержать эту позицию и даже обогнать Левшу. И, ребят, для того, чтобы вы лучше понимали, как нам максимально быстро нафармить очки. Потому что я отлично знаю, что многие из вас не могут играть каждый день по много часов. У кого-то семья, работа. Сами понимаете, да, я все отлично понимаю. Сам в такой же ситуации нахожусь, как и вы. Поэтому, ребят, расскажу вам, как максимально выгодно проводить свое время в игре. Итак, первое, за что начисляют очки, это за ежедневные боевые задачи. Вы можете на них даже не смотреть и не знать о них. Нанести 2500 урона за любое количество боев, заработать 4000 опыта за любое количество боев. И попасть в топ-5 своей команды по нанесенному урону. За это вы получите аж сразу 2 очка. Итого, каждый день, вы даже просто выполняя другие задания, вы будете вот эти вот выполнять по-любому. Полчаса в день это максимум будет занимать. Но многие, ребят, как выяснилось, не знают, что можно зарабатывать очки. Я вот за сегодняшний день зарабатывал 18 очков. За счет того, что вышла вторая кампания личных боевых задач. Вот это вот на 260 идет. А вот это вот идет на Excalibur, Chimera и Object 279 ранний. Так вот, сейчас очки можно зарабатывать в личную копилку и в командную. Параллельно эти очки уходят, выполняя личные боевые задачи операции Excalibur. Здесь 4 дорожки надо пройти по 15 задач. Союз, блок, альянс и коалиция. Для каждой из них есть своя нация. Так вот, ребят, я вам что советую? Вот смотрите, как делал я. Вот восьмую задачу я выполнил с отличием. Потому что, когда я выполнил основную задачу, вот за это дается 3 очка. И когда я выполнил дополнительную задачу, за это дается 1 очко. То есть, я увидел, что я выполнил основную задачу, но при этом у меня остался всего 1 бой на выполнение дополнительной. И я принял решение, что 1 бой ради 1 очка я могу сыграть. Если бы здесь было выполнено 3 из 5, я бы еще подумал. 2, я бы точно переключился на другую задачу. В чем нет остаток, ребят? Если вы начали выполнять какую-то задачу, и она у вас уже, ну, выполнена на какой-то процент, да? Например, я не знаю, вот как здесь. Сейчас я какую-нибудь выберу, где у меня частично выполнено. Нет, седьмую я не выполнил еще. Я просто все задачи сегодня на стриме, по-моему, добил до конца. Да, все добито у меня до конца, поэтому я просто тупо не могу вам показать какую-нибудь задачу, которую я выполнил частично. А, нет, вот смотрите. Нанести за неограниченное количество боев, кстати, это не обязательно за один бой делать. То есть, по средним танкам надо 12 тысяч урона. Я 3 раза уже выполнил дополнительные условия, и всего 3200 нанес по СТ-шкам. Понимаете, что дополнительные я выполнил гораздо быстрее, чем основное. Поэтому, ребят, смотрите, стратегия какая правильного фарма очков. Вы вот берете задачу, если вы выбрали какую-то задачу, вы ее завершаете. Если вы выполнили больше, чем наполовину дополнительные условия, и чувствуете, что они вам легко даются, тогда вы их добиваете. То есть, не переключаете задачу. Почему нельзя переключать задачу? Когда вы выберете, если вы приступите к следующей задаче, то при выборе боевой задачи, весь прогресс по текущей боевой задаче, которую вы уже начали выполнять, он будет утерян. Значит, отсюда мы делаем два вывода. Первый. Просто зайти в ангар и начать играть. Это вы будете очень мало очков приносить в команду, только с ежедневными боевыми задачами. Поэтому обязательно зайдите в компанию, прокликайте все 4 блока, и выберите в каждом из блоков ту боевую задачу, которую будете выполнять. Выполняйте только основную часть этой боевой задачи до самого конца. За это, за каждую боевую задачу, вы будете получать по 3 очка. Дополнительную выполняйте только в том случае, если почти дошли до конца, потому что за нее дают всего 1 очко. Таким образом, вы сможете максимально быстро нафармить большое количество очков. Помните, что за выполнение 15 задачи дают 7 очков, и за дополнительные условия 15 задачи 3 очка. То есть, еще раз говорю, ребят, первое, что надо сделать, обязательно в компании выбрать боевую задачу. Второе, это проходить только основные условия, за которые дают 3 очка. Дополнительные только в том случае, если вы их почти-почти выполнили. Как только вы смените задачу, весь прогресс, если задача не закрыта полностью, будет сброшен. То есть, основное условие, если выполнили, а это не выполнили, то когда вы вернетесь к этой задаче, основное будет выполнено, а это придется начинать сначала. Понимаете, да? Так работают личные боевые задачи. Вот у меня четвертое, видите, я выполнил основную задачу, но дополнительную не выполнил до конца. И сейчас, если я ее буду перевыполнять, мне придется дополнительное выполнять с нуля, чтобы заработать эту одну очку. Но я не буду этого делать, потому что я пока все-все-все задачи на 3 очка не пройду. Я не буду, только если вот как тут повезет, выполнить до конца с дополнительными условиями. И, ребят, еще один момент, о котором меня часто спрашивали сегодня на стриме, я понял, что многие на это не обращают внимания. Вот здесь вот в ангаре у вас есть кнопочка «Пригласить игрока». По моей реферальной ссылке вот на сегодняшний час прошло уже 610 человек. И когда они выполнят 15 ежедневных боевых задач, каждый из них принесет в нашу команду по 100 очков. Поэтому, если вы не играли больше 30 дней, точнее за последние 30 дней играли не больше 5 боев, и у вас на аккаунте больше 3000 боев, в описании к этому видео будет ссылочка моя, вы тоже сможете вступить ко мне и тоже принести нашей команде 100 очков, если выполните 15 ежедневных боевых задач. За это вы получите премиум танк, премиум аккаунт, 70 тысяч свободки и еще там различные плюшки игровые. Премиум аккаунт, премиум танк, ну вы поняли, да? Чтобы самим начать вот таким вот образом зарабатывать очки и приносить их в нашу команду, вы нажимаете «Скопировать ссылку», она скопируется в буфер обмена, и вы ее рассылаете своим друзьям, которых вы хотели бы пригласить в игру. Они по этой ссылке придут, и после этого они у вас вот здесь вот в этом списке появятся. Можете также пользоваться вот этими кнопками социальных сетей, то есть когда вы их нажмете, вас перекинет в соцсеть. Но мы этого делать, конечно же, не будем. То есть вы как бы покидаете приглашение своему другу через эту соцсеть. Так, с этим все разобрались. Это самый быстрый способ, потому что за каждого возвращенного друга вы будете получать по 100 очков. Я, ребят, крайне еще раз рекомендую, многие не видели мое видео предыдущее, поэтому напомню, крайне рекомендую набрать 95 очков. Вот здесь они находятся. 95 очков, потому что вы получите уникальный камуфляж, мой, специально для меня разработанный. Понимаете, да? 95 очков наберите обязательно. Ну и на пути, при движении, вот видите, после трех очков, здесь на пути вы получите где-то 300 бонов, 3 дня премиум аккаунта, серебро, и в конце, если наберете 300 очков, 750 золота. Потом за каждые 250 очков вы будете получать по 250 золота. За каждые 100 очков по 250 золота дополнительно будете получать. Но это уже смогут выполнить только те, кто будет друзей своих приглашать, потому что вот эту вот линию пройти можно, выполняя боевые задачи. Но вот это вот офармить много, не приглашая друзей, не получится. Таким образом, ребят, еще раз, не забудьте, пожалуйста, выбрать, играя в игру, LBZ 2.0. За них дают много очков. То есть они накопительные, поэтому вы их выберете и будете просто-напросто играя их, не замечая того, выполнять. Ну что ж, на этом у меня, наверное, на сегодня все. Это было такое ознакомительное видео, потому что не все понимают. И, ребят, напоминаю, что в ближайшее время я выпущу видос, где расскажу, как я буду поощрять тех, кто вступил в мою команду игровым золотом. Планирую разыграть миллион. И, кстати, у меня уже миллион подписчиков, поэтому спасибо всех, кто меня с этим поздравлял сегодня на стриме. Подписывайтесь на канал тоже. И до скорых встреч!